Глава 2. Политическое наступление. Деспотизм никогда не бывает так опасен, как в тех случаях, когда он притворяется, что творит благо, надеясь оправдать своими намерениями самые чудовищные поступки. И тогда оказывается, что у зла, который выдает себя за избавление, нет никаких ограничений. Кюстин. Положение 1835 года. Политика Николая I в отношении евреев базировалась на двух столпах. Призыв в армию и обращение за время службы в православие. После того, как царь убедился, что обе цели достигнуты, евреи почти перестали интересовать его. Его политика уже почти не касалась их. А когда все же возникала какая-либо проблема, у него уже было готовое решение. Забрать виновников в армию, повысить рекрутскую разнарядку, обратить в православие. Если же эти столь простые меры были неприменимы, Николай I предпочитал полагаться на опыт своих предшественников. Однако этот опыт не всегда был приемлемым из-за отсутствия систематизированного законодательства. Поэтому в рамках общей программы по упорядочиванию и редактированию законов Николай I приказал еврейскому комитету привести все законы в порядок, касающиеся евреев. Целью подобной систематизации было не изменение, а прояснение законодательства. Однако в ходе этой работы мнения в высших правящих сферах разошлись. Департамент законов Государственного совета выдвинул ряд смягчающих поправок к проекту положения у евреев, подготовленному еврейским комитетом. Эти поправки призывали прекратить выселение евреев из деревень и из Киева, разрешить еврейским купцам первой гильдии проживать на всей территории страны, а также смягчить систему рекордского набора, особенно когда дело касалось несовершеннолетних рекордов. К сожалению, кто и по какой причине предложил эти поправки остается неизвестным. Однако вполне логично предположить, что это было сделано из финансовых соображений. Законодатели опасались сокращения поступлений в казну, а также надеялись на вознаграждение от благородных еврейских ходатаях. Разумеется, Николай I ни в коей мере не был обязан принимать во внимание эти рекомендации. Тем не менее, он согласился с первой из них, в которой речь шла о прекращении выселки евреев из деревень. Вторая поправка отвергнута двумя третями голосов членов Государственного Совета и самим императором. Однако, разрешенный срок пребывания за чертой оседлости для гильдийских купцов был продлен. С третьей поправкой не согласились члены Государственного Совета, причем с перевесом всего в один голос. Император отказался от этой поправки, как, впрочем, и от последней. Конечный результат упомянутых выше преобразований оказался значительнее, чем можно было ожидать. В положении о евреях, обнародованном 13 апреля 1835 года, наряду с большинством статей взяток из положения 1804 года Александра I, и законами, принятыми за прошедший период, появились некоторые немаловажные изменения. Во-первых, границы черты оседлости были, наконец-то, четко определены и оставались неизменными вплоть до Первой мировой войны. Ее территория полностью включала Гродненскую, Веленскую, Волынскую, Подольскую, Минскую и Екатеринославскую губернию, Киевскую губернию, кроме самого Киева, Херсонскую губернию, кроме города Николаева, Таврическую губернию, за исключением Севастополя, Могилевскую и Витебскую губернию, кроме деревень, Черниговскую и Полтавскую губернию, за исключением казенных и казацких поселений, и уже существующие еврейские общины Курнляндии, Риги и Шлока, а также все деревни и села, состоящие не ближе 50 верст от западных границ империи. Параграфы 3, 4, 5. На этой территории евреям были предоставлены свободы передвижения, а также право приобретать всякого рода недвижимую собственность, кроме поместья и скрепостными. Параграф 12. Насильственное выселение запрещалось. Эта поправка была принята в виде отдельного закона еще до обнародования всего положения. Временное пребывание за чертой оседлости было разрешено на период вхождения в наследство, рассмотрения различных вопросов в суде, учебы и торговых операций. Ельдейским купцам дозволялось ездить в обе столицы, а также в портовые города и жить в Москве в течение полугода, то есть в 6 раз дольше, чем прежде. Параграф 51. Впервые в истории еврейские купцы получили возможность приезжать из крупных торговой ярмарки за чертой оседлости, например, Нижегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую и Сумскую. Параграф 51. Еще одним важным изменением явилось разрешение еврейским купцам и мещанам избираться в органы местного самоуправления на том же основании, что и лицам других вероисповеданий. Параграф 77. Это было отклонением от множества правил, в соответствии с которыми в одних городах евреи могли занимать государственные должности, а в других нет. Также впервые был ограничен минимальный возраст вступления в брак. 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Параграф 17. Положение обязывало каждого раввина произносить клятву верности российскому государству и его законам. Сопутствующим примечанием еврейским общинам было разрешено выделять нескольких ученых евреев в помощь раввину, но если он не справлялся со своими обязанностями. Параграф 90. В дополнение к этим изменениям в положении 1835 года заново утверждались статьи положения 1804 года, касающиеся других вопросов. Евреям все так же было запрещено держать работников, христиан, за исключением сфер земледелия, фабричного производства и торговли. Параграф 15. Колонизация, как и прежде, поощрялась, причем были сделаны уступки в налоговых и земельных вопросах. Параграфы 121-147. Откупы во всех своих проявлениях, включая торговлю спиртным, были разрешены евреям на тех же основаниях. Параграф 64. Полномочия и обязанности Кагала и синагоги также оставались без изменений. Параграфы 67-983. Как и налоговое законодательство. Однако было обещано появление новых налоговых предписаний. Параграф 75. Статьи положения 1804 года, разрешавшие еврейским детям посещать любые учебные заведения, тоже остались неизменными. Как и важнейшее право евреев на собственную образовательную систему хедеров и ешив. Параграфы 104-117. И, наконец, жизнь евреев и иностранцев, приезжавших в Россию или проживавших в ней, регулировалась прежними законами и ограничениями. Параграф 118-121. Редакции и поправки. Положение 1835 года задумывалось как краткий свод закона у евреев, документ, содержащий исчерпывающую информацию об их статусе в империи. Однако вскоре выяснилось, что те, кто работал над проектом положения без должного внимания, отнеслись к некоторым важным аспектам взаимоотношений власти с евреями. Почти сразу же после обнародования положения 13 апреля был принят ряд уточняющих поправок в результате восстановивших прежнюю неразбериху в законодательстве о евреях, которую положение призвано было устранить. Таким образом, 22 апреля 1835 года в Государственном Совете вновь был поднят вопрос о гильдийских купцах евреев. Было предложено в качестве компенсации за ограничения существовавшие для еврейских купцов первой наиболее привилегированной гильдии уменьшить налоги на 20%. Это была единственная поправка, одобренная Николаем 1-31 мая. В более тщательной доработке нуждался вопрос о праве евреев избираться в органы городского самоуправления. Скорее всего, авторы положения не имели точного представления о том, что делали, когда формулировали его 77-й параграф. Без соответствующего разрешения Государственного Совета и царя они не могли нарушить традицию, установившуюся со времен правления Екатерины II. Да такой шаг никогда и не был бы одобрен. Формулировка этого параграфа, видимо, была одной из многочисленных ошибок некомпетентных чиновников, которые не имели никакого представления о жизни и быть евреев и относились к ним безразлично. Сразу же после обнародования положения местные чиновники начали возражать против ряда статей и в частности против вышеупомянутого параграфа о праве евреев избираться в органы городского самоуправления. Поскольку в тот момент общее законодательство в сфере самоуправления в западных губерниях тоже находилось в стадии разработки, был принят именной указ, согласно которому лишь треть членов магистрата или городского совета могли состоять евреи. А в Киеве и Вильно им вообще запрещалось заседать в этих органах местного самоуправления. Однако этот указ не удовлетворил власти на местах, оставалось еще немало должностей, которые евреям раньше было запрещено занимать. Следовало также решить вопрос с местными традициями. Например, в литовских губерниях евреям никогда не разрешалось занимать какие-либо должности в органах городского управления. На это указывал генерал-губернатор Долгоруков, который просто-напросто отказался следовать новому законодательству, пока правительство не внесет коррективы. Это наконец было сделано в 1839 году в форме нового уточняющего закона. За исключением Вильны и Киева евреям разрешалось избираться в городской совет или магистрат отдельно от христиан. Они также могли входить в комиссии по расквартированию войск и налоговые комитеты и представлять свое сословие на различных собраниях. В любом случае число евреев не могло превышать 1,3 от общего числа членов городского совета или магистрата. Им также запрещалось занимать должность бургомистра и иметь представительство в губернском совете и полицейских органах. Последние два ограничения были предложены Долгоруковым, одержавшим в конце концов первую победу. Теперь эти правила должны были приниматься во всех западных губерниях, включая его собственные. Одновременно были пересмотрены параграфы 27-32, положение, согласно которым евреям разрешалось заниматься хлебопашеством на землях, выделенных им из государственной собственности министром финансов. Поскольку в черте оседлости была острая нехватка пахотных земель, министр финансов Конкрин решил незамедлительно применить эти статьи на практике, направив евреев покорять безлюдные сибирские равнины. Этот план был одобрен комитетом по западным губерниям в конце 1835 года. А затем и комитетом министров в результате 15154 десятин земли были выделены для еврейской колонизации в Тобольской губернии и Омском округе в Сибири. Как нередко случалось, получив предложение о поселении на новые земли, очень многие евреи подали заявки на переселение. Желающих оказалось столько, что Конкрину пришлось выделить еще 13363 десятины, чтобы соблюсти требуемые размеры земельного надела на одного поселенца. Когда прошение о выделении евреям дополнительных участков земли было представлено Николаю Первому, он немедленно удивил своих советников, немало удивил, приказав приостановить их переселение в Сибирь. Очевидно, министр внутренних дел Блуднов и начальник третьего отделения Бенкендорф убедили Николая Первого в том, что переселение в Сибирь не улучшит моральное состояние евреев и на новых землях они скорее всего снова займутся все той же коммерцией, что плохо скажется на благосостоянии местного населения. Более того, Николаю Первому не хотелось создавать прецедент, разрешив евреям проживать на территориях, не указанных в положении. В итоге царь вскоре повелел не только о прекращении еврейской клонизации Сибири, но и обращении находящихся в пути для выдворения в Новороссию. Как и было обещано в 75 параграфе положения в октябре 1839 года вышло новое постановление о так называемом коробочном сборе. Коробочный сбор был основным внутриобщинным налогом, использовавшимся для выплаты подати и погашения долгов, а также служил для общинных и благотворительных нужд. В порядке выплаты и сбора этого налога за долгие годы появилось столько особых деталей, что правительство не желало, да и не могло регулировать его, а лишь издавало указы, касавшиеся отдельных его аспектов. Только во второй половине 1830-х годов Министерством финансов была предпринята попытка исчерпывающего исследования этого налога. В результате вышел закон, согласно которому коробочный сбор принадлежал еврейской общине, но взымался под контролем местных властей. Существовало два вида коробочного сбора. Общий налог, являвшийся обязательным для всех еврейских общин, получившийся из дополнительной платы за убой и продажу кошерного мяса, и вспомогательный сбор, налагавшийся по желанию Кагала и исчислявшийся как процент от всех торговых операций и операций с собственностью, а также от производства ритуальных еврейских одежд. Оба вида коробочного сбора отдавались на откуп евреям и контролировались Кагалам. Сословные сборы и доход с бань, а также различные штрафы тоже добавлялись к коробочному сбору, однако должны были выплачиваться напрямую властям. Положение было совершенно упущено из виду один из важнейших аспектов жизни евреев, последний раз рассматривавшийся законодателями в 1826 году, а именно цензура еврейских книг. Хотя контроль над изданием и ввозом из-за границы еврейских книг был усилен после восшествия на престол Николая I, цензура которой они подвергались была далеко неэффективной. Прежде всего из-за огромного числа печатных изданий в маленьких городках черты, а также тесных связей российских евреев с единоверцами в Австрии и Пруссии. В начале 1830-х годов до нескольких министерств дошли сведения о большом количестве не подвергшихся цензуре книг в еврейских библиотеках. Авторами этих докладов, а по сути доносов были маскилим, сторонники еврейского просвещения Гаскалы, которые надеялись заручиться поддержкой властей в борьбе против хасидов, выпускавших огромное число религиозной и агеографической литературы, ускользавшей от контроля цензоров. На тот момент правительство еще не успело выработать линию взаимоотношений с маскилимами. Различные министры периодически оказывали помощь некоторым представителям этого движения, подававшим прошения о материальной помощи, как например поступил публицист, прозванный отцом Гаскалы в России Ицхак Бен Левинзон в 1828 году. Однако это не означало, что правительство сознательно принимало чью-либо сторону в еврейских спорах. Любой, кто сообщал о евреях, ведущих подрывную работу, получал вознаграждение. Правительство не удосуживалось разбирать споры между евреями-просветителями и евреями-обскурантистами. Министр внутренних дел Блудов, например, отреагировал на доносы по поводу книг, не прошедших цензуру, заявив, что не видит разницы между хасидами и их противниками. Все они фанатичные, невежественные евреи. Однако огромные склады, не прошедших цензуру книг, независимо от их происхождения, все-таки вызвали интерес Блудова и возбудили его бюрократический аппетит. В результате в октябре 1836 года он предложил ввести новый закон о цензуре, который выходил за рамки всего прежнего законодательства. Принадлежавшие евреям книги, не прошедшие цензуру или ввезенные без разрешения властей, следовало сдать в течение года в местные полицейские органы. Особая раввинская комиссия обязана была рассмотреть всю эту литературу и сообщить о неподобающих изданиях Министерства внутренних дел. Впоследствии любая не прошедшая цензуру книга, найденная у еврея, могла служить основанием для сурового наказания. В целях облегчения контроля над еврейскими книгами все еврейские типографии должны были быть закрыты, кроме одной в Вильне и одной в Киеве, позднее в Житомире, куда должны были быть назначены специальные цензоры. Маскилим были разочарованы. Передача цензорских полномочий раввинам являлась с их точки зрения поражением. Однако предложенный законом раввинской цензуре не суждено было состояться, так как число сданных в полицию книг было настолько велико, что Блудов приказал чиновникам просто-напросто сжечь накопившуюся литературу. Подобный указ был типичен для цензурной политики Николая I 1830-х годов и 1840-х годов. Тогда пресловутое третье отделение все в большей степени контролировало громадный цензурный аппарат российского государства. Однако, несмотря на многочисленность, имперские российские цензоры плохо справлялись со своими обязанностями. Как отметил Исайя Берлин, цензура в России 19 века, была препятствием, порой способным свести с ума. Однако, она была, как и многое другое в старой России, неэффективной, продажной, бездеятельной, частенько бестолковой или умышленно мягкой. Изобретательные и отчаянные люди всегда могли найти лазейку, и поэтому далеко не все подрывные издания удавалось задержать. Действительно, несмотря на вмешательство полиции и ее осведомителей, в Николаевской России печаталось огромное количество еврейских книг. Сотни постановлений, опиравшихся на еврейское законодательство, хасидская агиографическая литература, небольшие дешевые книги на идише и прочие издания. Таким образом, значение этого эпизода заключается не в его последствиях, а в том, что он предвосхитил новую расстановку сил. Правительство теперь действительно действовало заодно с просвещенными евреями против традиционного еврейского общества. На данном этапе этот союз находился еще в зародыши. Власти тогда еще не осознавали, какие возможности открывает перед ними грядущий раскол еврейской общины. Однако вскоре это осознание пришло и привело к радикальным изменениям жизни евреев в России. Реформа Киселева Предложения, касавшиеся евреев, вносили не только москелин. Из-за постоянного ухудшения экономической ситуации в западных губерниях, теория о том, что евреи виноваты в бедности украинских и белорусских губерний, стала как никогда популярной среди местных чиновников. Которые в своих докладах высшестоящему начальству предложили против них целый ряд репрессивных мер. К середине 1840 года при дворе скопилось довольно много таких докладов. И Николай I поручил Государственному Совету решить, нужно ли выработать новую политику в отношении евреев. Однако Государственный Совет встал на защиту своей прежней позиции и отверг рекомендации чиновников, посчитав, что уже существующего законодательства вполне достаточно. В последствии этого Николай I обратился к своему наиболее деятельному советнику графу Киселеву, который в то время проводил радикальную реформу, непосредственно связанную с положением крестьян и попросил его рассмотреть все доклады. За короткое время Киселев представил Государю записку об устройстве еврейского народа в России, которая изменила правительственный курс в еврейском вопросе. Записка состояла из мешанины устаревших данных, собранных предыдущими еврейскими комитетами и стандартных искаженных представлений о еврейских религиозных традициях и экономической деятельности, характерных для всех подобных документов со времен раздела Польши. Таким образом, согласно записке, причинами отчуждения евреев от общего гражданского устройства были, первое, религиозное учение Талмуда, внушавшее евреям идею избранности, благодаря которой они призваны политически и экономически господствовать над другими народами и поэтому могут считать себя свободными от каких-либо моральных обязательств перед христианами или же не нести ответственности перед нееврейскими судами. Второе, кагалы, существовавшие для прикрытия разрушительной деятельности еврейского суда и осуществлявшие неограниченные контроль над евреями, делали эту власть лишь с раввинами. Третье, коробочный сбор, тайно контролируемый кагалом и усугублявший униженное положение еврейских масс перед их старейшинами. Четвертое, традиционная одежда евреев, не имеющая религиозного значения и служащая лишь для отделения их от остального населения. Хотя диагноз, поставленный Киселевым, был вполне традиционным, его предписания носили революционный характер. Впервые высокопоставленный российский чиновник, пользовавшийся доверием царя, пришел к заключению, что репрессивные меры не могут разрешить еврейский вопрос в России. Киселев утверждал, что евреи много раз в течение столетий подвергались суровым преследованиям и репрессиям, однако сохранили свое национальное единство и характер. Предшествующая политика русского правительства, основанная на принципе подавления, оказалась не в состоянии повлиять на них, и власти будут и впредь терпеть неудачу, действуя по-старому. Киселев предложил решить проблему с помощью отмены жестких ограничений и, на примере других государств, начать коренные изменения в этом народе, тем самым устранить те пагубные обстоятельства, что мешают им встать на путь общего гражданского порядка. По мнению Киселева, действия правительства должны были осуществляться в двух направлениях – моральное и духовное перевоспитание евреев и отмена правовой дискриминации в целях уравнивания евреев с остальным населением. Чтобы достичь первой цели, государству следовало основать систему школ для еврейских детей, где особое внимание уделялось бы преподаванию русского языка и истории, а преподавание еврейских предметов велось на основе нового еврейского катехизиса, который бы подчеркивал повиновение монарху, верность государству и превосходство полезных профессий. Правительство также должно было расширить свой контроль над домашним образованием еврейских детей, пригласить для преподавания в новых школах просвещенных евреев из Пруссии и Австрии и потребовать, чтобы все раввины получали право преподавания в новых школах. Более того, на всей территории черты оседлости должны были быть назначены губернские раввины, а ношение еврейской одежды следовало запретить. Вторую же цель можно было осуществить значительно проще, законодательным путем. Кагалы и коробочный сбор должны были быть немедленно упразднены правительством. Киселев признавал, что пройдет некоторое время, прежде чем эти меры приведут к желаемым изменениям в еврейском обществе. Правительству придется ждать, пока вырастет новое поколение евреев, просвещенное и разделенное на экономические слои. Предварительно же потребуются некоторые меры, чтобы сделать остальное еврейское население более полезным для страны, отделив полезных евреев от бесполезных. Еврейским мещанам предполагалось дать 5 лет на то, чтобы подтвердить свою полезность. Это можно было сделать, обретя постоянное место жительства или получив во владение собственность, или став ремесленником, земледельцем или гильдейским купцом. По завершении пятилетнего переходного периода, те евреи, которые не смогли доказать собственную полезность для общества, будут отправлены в армию на более длительный, чем обычно, срок, а затем насильно обучены одному из полезных занятий. Эта последняя рекомендация явно шла вразрез с предложенным ранее отказом от репрессивных мер, однако являлась одним из наименьших противоречий присущих записке. Киселев, скорее всего, под влиянием Уварова, изучил опыт решения еврейского вопроса в западноевропейских государствах и сознательно копировал политику Пруссии, Австрии, Баварии, Баттена и в меньшей степени Франции. В самой своей основе цель нового политического курса заключалась в воспроизведении в России социальных преобразований, произошедших в западноевропейском еврестве. Киселев надеялся преобразовать российских евреев и идеализированное немецкое еврейство, знавшее культуру и язык своей страны, со своими полезными профессиями, интегрированное в экономику, умеренное в вопросах религии и, возможно, даже более восприимчивое христианство. В некоторых областях Германии, с восхищением, отмечал Киселев, даже возникла новая общность просвещенных евреев, которая развилась в некий вид еврейского протестантизма. А в Северной Америке евреи так далеко зашли в своем прогрессивном развитии, что даже перенесли шаббат на воскресенье. «Поверьте мне, — говорил Уваров Максу Лилиенталю, — если бы у нас были такие евреи, каких я встречал в разных городах Германии, мы бы относились к ним с величайшим уважением. Однако наши евреи совершенно иные. Однако ни Киселев, ни Уваров не принимали во внимание огромной разницы между правительствами, политику которых они собирались имитировать, и их собственным правлением. И в этой связи новый политический курс в отношении евреев представал в совершенно ином свете». В Западной Европе преобразования еврейского общества произошли по принципу «услуга за услугу». Еврейская общинная автономия в обмен на личные и гражданские права, образовательное и религиозное единство ослабла. Когда западноевропейские евреи осознали преимущество хотя бы частичной интеграции в новое полу-нейтральное общество. В предпринятой Киселевом наивной попытке проводить политику подобной политики западных государств было упущено главное – взаимовыгодный характер преобразования еврейской жизни. Немаловажно, что делая обзор политики западных стран, Киселев говорил лишь о Франции эпохи Наполеона, не принимая во внимание непременного условия его действия – эмансипацию французского еврейства. Нет свидетельств, имели ли Киселев и Уваров хотя бы какое-нибудь представление о том, каким результатом могла привести такая политика в России. Они лишь неопределенно говорили о возможном сближении между евреями и русским обществом, никогда не детализируя правовые и социальные последствия этого процесса. Те из историков, кто считали, что новая политика, направленная на крещение евреев, предполагали наличие у Киселева и его коллег четкой цели, которая у последних на самом деле совершенно отсутствовала, когда русские чиновники направляли свои усилия на обращение евреев, они нисколько не стеснялись упоминать об этом во внутренней корреспонденции и выработали законодательство, цель которого была добиться более эффективных результатов. Это хорошо видно на примере ректорского набора. Таким образом, в записке Киселева был предпринят логический анализ, основанный на весьма поверхностном понимании проблемы. Тем не менее, рекомендации Киселева были одобрены императором. Киселев был назначен главой нового комитета, название которого подтверждало одобрение императором главной идеи его записки «Комитет для определения мер коренного преобразования евреев в России». Кроме председателя в комитете вошли глава второго отделения собственной его императорского величества канцелярии Блудов, управляющий Министерством внутренних дел Строганов, товарищ министр финансов Вронченко, генерал Дубельт, несколько позже министр народного просвещения Уваров. Тот факт, что Николаю Первому не сразу пришла в голову мысль назначить Уварова в комитет доказывать, что идея образования как инструмента политики, касающаяся евреев, была еще новой для российских правителей, однако вскоре именно просвещение стало ее определяющей идеей. К концу 1841 года комитет успел провести несколько заседаний, на которых обсуждались предложения Киселева и направить Николаю Первому в следующий перечень законопроектов. Первое. Упорядочение коробочного сбора и уничтожение Кагала. Второе. Устройство казенных еврейских училищ. Третье. Учреждение губернских раввинов. Четвертое. Поселение евреев на казенных землях. Пятое. Разделение евреев на полезных и не имеющих постоянного производительного труда. И шестое. Запрещение носить еврейскую одежду. Николай Первый одобрил эти рекомендации и приказал каждому из членов комитета начать работу по законопроектам в сфере его компетенции. Он внес одно немаловажное изменение в порядок очередности законопроектов, перенеся проект разбора евреев на классы с пятого места на третье, а также распорядил собрать рекруктов у бесполезных евреев в пятеро против обычной нормы, а не вдвое, как предполагал комитет. Уже скоро за рекомендацией мы последовали, собственно, законы. Стремительность, которой новый политический курс принес плоды, можно отнести не только на счет убедительности доводов Киселева. Скорее всего, эти меры были приняты безотлагательно, поскольку укладывались в общую, хотя и не до конца осознанную схему российской политики после польского восстания 1830 года. Тогда непуганное российское правительство приняло для западных губерний ряд мер, призванных подавить антигосударственную деятельность на бывших польских территориях. До 1830 года местная администрация своей управленческой деятельности исходила из норм Магдебургского права, Литовского статута и Украинского обычного права. Начиная с 1831 года эта правовая автономия все больше и больше сокращалась, а в 1840 году была полностью отменена. Одновременно началась масштабная переклассификация местной знати и около 64 тысяч польских шляхтичей были лишены своего статуса и теперь принадлежали категории облагаемых налогом одноворцев и сельской местности и граждан в городах. В отношении этой новой деклассированной шляхты в дальнейшем были приняты суровые меры, рекрутский набор по разнарядке вдвое больше обычного, принудительное переселение, русификация школ и вмешательство в религиозные дела. Примерно через 10 лет в результате законодательных рекомендаций Киселева те же меры были применены и к евреям. Кроме квоты рекрутского набора, повышенной одновременно и для евреев, и для граждан-однодворцев западных губерний, никто не указывает на связь между этими двумя проблемами. Ни в законодательстве, ни во внутренней переписке чиновников. Очень возможно, что этой скрытой связи и вовсе не существовало. Своеобразное положение евреев в глазах даже самых либерально настроенных русских чиновников мешало проведению подобного сравнения. Однако, ретроспективный взгляд требует признать, что идентичность мер, принятых для решения обоих проблем, однюдь не была простым совпадением. Скорее можно утверждать, что в этом неосознанном параллелизме отражалась истинная суть российской политики. Внутреннее стремление к пересечению любых новшеств. Таким образом, хотя оригинальные, но поверхностные идеи Киселева и открыли новую страницу в истории взаимоотношений российских властей с евреями, когда его рекомендации приобрели силу закона, их смелая новизна свелась с чиновниками на нет. Киселев осмелился предложить реформу российского еврейства, которая повторила бы успешный опыт преобразования еврейского общества в Западной Европе. По мере того, как каждая из его рекомендаций вступала в силу, ее сходство с западным образом нивелировалось за счет мер, позаимствованных царскими чиновниками. Глава 3. Начало русской Гасковой. Какими бы богобоязненными евреями мы ни были, в наших храмах станем добрыми гражданами в отношениях с внешним миром. Иохим, Тарнополь, Одесса, 1854 год. Первым пунктом плана Комитета Киселева по преобразованию еврейского общества было перевоспитание евреев с помощью системы казенных и раввинских училищ. Чтобы понять последствия этой политики, прежде всего необходимо оценить степень просвещенности евреев в России до 1840-х годов, а затем более детально рассмотреть назначение и развитие новой образовательной системы. Уже в начале 18-го столетия среди евреев Германии появились люди, которые ратовали за немецкий язык, изучение светских предметов и европейский стиль поведения, критиковали традиционный еврейский уклад жизни и вообще мыслили в духе зарождающегося просвещения. К середине века эта тенденция приросла в полноценное движение, известное как Гаасково, просвещение на древнееврейском языке. И прежде всего было связано с именем Мозеса Мендельсона. Радикально новаторский характер этого движения определяли не только приверженность немецкому языку, естественным наукам и рационалистической философии, но и новая интеллектуальная и общественная идеология. Для поборников Гасково нееврейские идеи и нравы были так же важны, как и традиционно еврейские, и они были уверены в необходимости фундаментальной реформы еврейской жизни евреев согласно еврейским образцам и стандартам. По мере распространения Гасково на территории Германии и Австрийской империи у нее появились сторонники в соседних еврейских общинах России и Польши. И все же до 1820-х годов в Российской империи было так мало убежденных москелим, что казалось, в традиционном еврейском обществе нет им места. Одни из них, Соломон Маймон, Соломон Дубно и Залкинт Горовиц, были вынуждены эмигрировать в Западную Европу. Другие, Лейб Невахович и Григорий Перец, предпочли перейти в христианство и остаться в России. Все это были одиночки, не оставившие русскому еврейству наследие и утратившие с ним связь. Однако евреи, проживавшие на приграничных территориях, в определенной степени находились под влиянием Гасково. Вместе с тем они не желали или не решались открыто заявить о приверженности противоречивым принципам еврейского просвещения. Приграничные земли были особенно густо населены, поскольку, вопреки общепринятому мнению, восточноевропейское еврейство никогда не было полностью отрезано от иностранных интеллектуальных достижений и науки. В течение долгих лет в обществе польско-литовских евреев существовала тонкая, но немаловажная прослойка ученых, сведущих философии, математики, естественных науках и иностранных языках и писавших труды по этим предметам на еврейском языке. Ученая элита, представляемая в конце 17-го, начале 19-го веках Веленским Гаоном и его учениками в литовских ешивах, допускала подобным занятиям лишь тех, чьи знания традиционных еврейских источников было глубоким, а намерения безупречные. Подобные изыскания предпринимались только в качестве вспомогательных инструментов толкования текстов, а не для построения новой системы авторитетов, усвоенных уроки должны были помочь в понимании еврейских книг, а не вытеснить их. И все же, по мере ужесточения борьбы раввинистического иудаизма и хасидизма, ориентация на светские дисциплины и обычаи стала серьезным идеологическим аргументом. Помимо глубоких философских и религиозных разногласий с хасидами, литовская школа все чаще сосредотачивала свою публичную критику на педагогическом пренебрежении по отношению к хасидскому обществу. Эта критика отвечала своеобразным образовательным принципам Гаскалы в дополнение к Талмуду, значительно большее внимание к изучению грамматики древнееврейского языка и Библии, умеренность в использовании германифтического метода толкования, пилпуила и на определенном этапе изучения светских предметов и языков. Из-за сходства, пусть и не целей, но методов в начале 19-го столетия было невозможно провести четкую грань между традиционалистами литовской школы и маскелин. К примеру, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, к какому из движений принадлежит Менаше Ильер, который, видимо, придерживался взглядов маскелин, живя при этом в традиционном обществе. В случаях подобных этому стремление историков дать всему четкое определение и отнести к конкретной категории может помешать пониманию важнейших аспектов этого вопроса. Во второй четверти 19-го века некоторые мыслители терпимо относились к идеям Гаскалы, хотя и не к ее радикальным выводам. Представляется более важным тот факт, что даже убежденные маскелин намеренно излагали свои аргументы на языке традиции. Это делалось для того, чтобы усилить свое влияние и избежать гнева противников. Поэтому вместо того, чтобы искать предшественников Гаскала и маскелин, гораздо важнее понять, когда и почему взаимосвязь традиционализма и просвещения прервались и как Гаскала в России из аморфной массы идей превратилась в идеологию и движение. Во время правления Николая I этот период прошел две стадии и во многом явился результатом политики правительства. Интеллектуальные достижения в иудаизме в то время были, как и никогда, тесно связаны с внешними силами. Однако связь между Гаскалой и российским правительством признавали и сторонники, и противники просвещения. Поэтому представляется немаловажным рассмотреть один парадокс русско-еврейской культуры. Русские евреи создали легенду о важном политическом значении Маскелима, которое очень часто не соответствовало реальному положению дела. Скорее всего, благодаря вкладу немецкого и австрийского правительств в распространение Гаскалы на Западе, в России Маскелим воспринимались противниками, если не агентами властей, то, по крайней мере, как политическими влиятельной силой. Например, даже в 1810 году, когда хасидский цадик Раби Нахман из Братслава встретился с тремя Маскелим в городе Умань, его ученики сообщили, что эти три еретика важные люди, близкие к правительству. В действительности же Маскелим не имели ни малейшего влияния на власть. Даже 12 лет спустя, когда они попытались открыть школу, основанную на принципах Гаскалы, местные чиновники предпочли прислушаться к протестам традиционалистов и в принудительном порядке закрыли их. Однако, убежденность в политическом влиянии Маскелим сохранялась. И когда государство действительно вставало на их сторону, это вызывало значительный резонанс среди русских евреев. Впервые такой случай произошел в 1828 году, когда первый на территории Российской империи деятель Гаскалы Ицхак Бер Левензон получил денежное пособие от правительства в размере тысячи рублей. Левензон родился в 1788 году в городе Кременец Волынской губернии в богатой семье, до некоторой степени не чуждой идеям просвещения. Его отец говорил по-польски и настоял, чтобы Ицхак изучал Библию и русский язык. В 1807 году Левензон переехал к своей невесте в пограничное местечко Радзивиллов и там начал изучать немецкий, латынь и греческий. Во время наполеоновского вторжения он служил официальным переводчиком в русской армии. Его взгляды сформировались после войны и за пределами империи. С 1813 по 1820 год он жил в нескольких городах Галиции, где общался с выдающимися москелем того времени, в том числе с Ягудой Мизесом и Ицхаком Эртером и Бродах. Иосифом Перлом и Менахем Менделем Лефиным в Тернополе, Нахманом Крохмалем и Мэйлом Латтерисом в Жолкве. Уроки, которые ему преподавали эти учителя, начали приносить плоды после его возвращения в Кременец в 1820 году, когда он написал первую грамматику русского языка на древнееврейском, а также несколько сатирических памфлетов, направленных против хасидов. В то же время он начал работу над своим главным трудом Тиуда Бе Исраиль «Свидетельство во Израиле», где отстаивалась допустимость изучения советских наук и необходимость сделать экономическую деятельность евреев более продуктивной. Левензон завершил этот труд три года спустя. Поскольку у него не хватило средств, чтобы издать его самому, он обратился за материальной помощью к двум потенциальным меценатам. Во-первых, он призвал еврейскую читающую публику поддержать его начинание, во-вторых, обратился с рядом ходатайств к высокопоставленным чиновникам империи, вкратце изложив программу реформ, предложенную в книге. Ни великий князь Константин, ни варшавское отделение еврейского комитета не оказали ему значительной поддержки. Однако, министр народного просвещения и глава главного управления духовных дел иностранных исповеданий адмирал Шишков передал письмо и рукопись Левензона в еврейский комитет в Санкт-Петербурге. Члены комитета сочли этот труд полезным и рекомендовали его к публикации по завершении программы по преобразованию еврейского общества. Вдобавок, комитет постановил выделить Левензону тысячу рублей в награду за труды. В согласии государя это пособие было выделено в 1828 году. К тому же Левензон уже успел опубликовать свой труд с помощью друзей. Содействие, оказанное правительством, не удивило Левензона. Вдохновленный образом нееврейского мира и его правителей, почерпнутым из произведений Лиссинга, Гёте и Шиллера, Левензон полагал, что российские власти разделяли европейское мировоззрение и были естественным образом предрасположены к проведению реформ благотворных для еврейства. С другой стороны, для евреев традиционалистов новость об этом денежном пособии тоже не стала сюрпризом, поскольку подразумевалось, что москелим, агенты правительства, их противники были убеждены в том, что правительство действует заодно с этими еретиками, дабы покончить с еврейской религией. По сведениям, опирающимся на семейную традицию влиятельной любовической династии, эти деньги были награды Левензону за то, что он оклеветал своих собратьев, обвинив их в безнравственности. С точки зрения дня сегодняшнего представляется, что настоящие мотивы, которыми руководство его восправительства, оказывая поддержку Левензону, являли собой нечто среднее между этими двумя версиями, с небольшим перевесом в сторону второй. Левензон находился под влиянием заблуждения, определявшего взаимоотношения властей и москелим на всем протяжении 19 века. За редким исключением, российские чиновники, имевшие дело с москелим, были абсолютно чужды политической и литературной культуре просвещения. Более того, эти чиновники не имели ни малейшего понятия о жизни евреев, да и не интересовались ею. Поэтому, когда Левензон обратился к Шишкову, он был, понятно, неправильно, так как неверно представлял себе человек, к которому обращался в то время, как Левензон критиковал одну часть, лишь одну часть еврейского общества, его критика была воспринята как относящаяся ко всем евреям. Таким образом, когда он писал, что безрассудность и фанатизм наших раввинов и комментаторов дали нашей религии направление вредное и для них самих, и для отечественной пользы, ее читатели не понимали, что он имеет в виду лишь некоторых раввинов. Когда Левензон утверждал, что те места Талмуда, которые с первого взгляда кажется подкрепляют вредные взгляды для общего блага, его адресат не принял во внимание утверждения о неверном толковании Талмуда. Когда он писал, «Всегда жил я между тем многочисленнейшим разрядом моего народа, в коем суеверие и предрассудки нашли для себя безопаснейшее убежище, для него не было трудным познать все странности и дух того разряда, и это необходимо, дабы употребить надлежащее оружие для истребления он их». Члены еврейского комитета были не настолько сведущи в еврейской жизни, чтобы понять, что он имеет в виду хасидов. Совершенно ясно, что на тот момент правительство еще не разработало определенного политического курса в отношении евреев, не намеревалось их просвещать и не интересовалось их внутренними религиозными спорами. Тот же самый министр адмирал Шишков, который ходатайствовал о выделении денежного пособия Левинзону, восемь лет спустя заявил, что не видит существенных различий между хасидами и их противниками, потому что все они невежественные евреи. Евреи- традиционалисты были достаточно прозорливы, полагая, что деньги, выданные Левинзону, были по сути наградой за то, что он заклеймил нравственные недуги своего народа. однако, ни традиционалисты, ни сам Левинзон не понимали, что правительство выдало денежное пособие не потому, что сознательно поддерживало Гаскову, как часть продуманной политики, направленной на раскол и порабощение евреев. Эта награда являлась лишь выстрелом в темноту, платой, или точнее вознаграждением информатору, ибо тогда еще не была разработана стратегия проведения этой политики. Тем не менее, того, что правительство облагодетельствовало Левинзона, оказалось вполне достаточно, чтобы труд Тиуда Д. Б. Исраиль стал священной книгой для сторонников Гасковой. Несколько писателей утверждали, что эта работа оказала решающее влияние на их интеллектуальное развитие. Один из наиболее ярких примеров письмо, написанное Левинзону в 1834 ученым Матитьягу Страшуном. С того самого дня, как появилась ваша книга, я читал ее от начала до конца и не мог оторваться. Я прочел ее дважды, трижды и никак не мог насытиться. Мне хотелось стать голубем, чтобы лететь к вам, быть с вами, обнять вас и вечно быть вашим верным слугой. Одна ваша книга сделала из меня человека. Подобные случаи поддержки идей Гаскова были немаловажным, но не основным результатом публикации этой книги, которая содержала не так уж много идей и аргументов, прежде не разработанных другими москелем. выход в свет Теуда Б. Израиль и слух о том, что это сочинение было официально одобрено правительством, положили начало процессу, которому суждено было полностью изменить культурную историю русского еврейства. Медленное, но верное разграничение традиционализма и просвещения. С одной стороны, традиционное общество стало гораздо более насторожено относиться к проявлениям ереси, которые приравнивались идеи Левензона. Впоследствии все неортодоксы получили презрительное прозвище Тюткес по названию книги. Открыто выражать согласие с идеями Гаскела становилось все более проблематично и даже самые умеренные представители традиционализма не часто решались на это, хотя придерживающиеся умеренных взглядов раввин Авраом Абеля дал традиционную раввинскую санкцию на издание Тиуда Б. Исраиль. Более ни одно сочинение, где бы открыто высказывались идеи просвещения, не могло быть одобрено никем из его собратьев. Следующая книга Левензона Бет Ягуда Дом Ягуды была завершена в 1828 году, однако не получила раввинского одобрения и оставалась неиздана еще 10 лет, пока ее не опубликовал состоятельный последователь автора. С другой стороны, те, кто вынашивал похожие идеи, теперь осмелились высказать их вслух. В крупных еврейских городах и местечках молодые евреи начали организовывать кружки и контактировать друг с другом, образуя новые интеллектуальные движения. в Вильне группа еврейских писателей, которые до этого выражали свои взгляды лишь в традиционных жанрах и безобидных переводах, обнародовали свои планы об издании ежегодника, печатного органа просветительской ориентации, который будет распространять их идеи, публикуя поэтические произведения, толкования библейских текстов, а также исторические и научные статьи. В Бердичеве еврейский доктор по имени Израиль Ротенберг объявил об учреждении общества, стремящихся к просвещению, которое объединит всех москелин России. Очевидно, что сотрудничество Левензона с правительством открыло идеям Гаскелы двери в Россию, позволив ее сторонникам публично заявить о тех идеях, которые они прежде открыто не высказывали. Большинство этих идей пришло в Россию из Галиции или Восточной Пруссии, где еврейские общины всегда поддерживали тесные культурные и экономические связи с русским еврейством. Как и Левензон, некоторые из москелин, заявивших о своих взглядах в 1820-х и начале 1830-х годов происходили из семей, вступавших в деловые отношения с галицийскими евреями и благодаря этому имевших свободный доступ к новым течениям в германизированном еврейском обществе. К сожалению, связь между Гаскалой и торговлей изучалась в основном историками, поддерживавшими довольно заурядную теорию экономического детерминизма, будь то приверженцы советского коммунизма или марксистского трудового сионизма. Все они старались подогнать имевшиеся у них данные под жесткие схемы исторического развития. Они утверждали, что Гаскала была всего лишь идеологическим выражением классовых интересов зарождающейся русско-еврейской буржуазии и даже пытались доказать, что ее распространение было обусловлено развитием фабричного производства в России. Это наивные и во многом незрелые труды искажают экономическую и культурную историю русского еврейства. Начнем с того, что русские евреи, торговавшие с Галицией и Пруссией, не являлись инициаторами новых течений в экономике черты оседлости. Они занимались все той же мелкой торговлей, которую вели евреи в Восточной Европе. Иногда эта торговля была прибыльной, иногда нет. Однако жесткие правовые ограничения, существовавшие для еврейских предпринимателей, никогда бы не позволяли ей вырасти в широкомасштабную международную торговлю. Только в более поздний период правления Николая I в России появилась немногочисленная еврейская буржуазия, занимавшаяся новыми видами экономической деятельности. Многие из членов этой новой буржуазии поддерживали уже сформировавше движение Гаскалы, в то время как другие являлись ее противниками. Экономические связи с Галицией и Пруссией служили лишь средством распространения новых идей, находивших отклик не только у евреев-купцов. Разумеется, более обеспеченные евреи скорее могли себе позволить роскошь самостоятельных суждений, чем те, чье благосостояние зависело от общины. Однако, большинство богатых евреев не принимало новых идей. На них никак не повлияли и последствия нового движения. С самого начала к движению Гаскова присоединялись евреи из всех слоев общества и для большинства москелим экономического аспекта идеологии не существовало. Напротив, отрыв от основного течения зачастую приводил к обнищанию. Случай Ливензона опять же типичен. Хотя финансовое положение его семьи и позволило ему обратиться к идеям просвещения, но приняв цели и ценности Гаскова, он осудил себя на пожизненную бедность. Лишь для одной группы прямая связь между экономикой и Гасковой действительно существовало, то были галицийские евреи, эмигрировавшие в Россию в поисках новых деловых возможностей. С начала 19 века еврейские врачи из Львова, Бреслау, а даже Падуи приезжали в Россию, чтобы попытать счастья на ниве медицины. В то время, как некоторые из них оставались верны традиционализму, большинство придерживалось более современных взглядов и в значительной мере способствовало распространению идей Гасковой в России. Еще более многочисленными были торговцы с зерном из Брод, которые селились на юге России, особенно в Одессе в 1820-х годах. Броды долгое время были центром для самых радикальных последователей Гасковой, а выходцы из этого города, приезжавшие в Одессу, вскоре основывали культурные учреждения по Бродскому образу. В результате их деятельности Одесса вскоре стала вторым по значимости после Вильны центром Гасковой в России. Однако даже в Одессе экономика лишь частично способствовала распространению действий просвещения. Гораздо важнее тот факт, что Одесса и вообще Новороссийский край являлись пограничными территориями, где не было влиятельных традиционалистских общин. Поэтому галлицейские евреи, приезжавшие на эти земли, смогли сформировать общинную структуру, которая отвечала их принципам понимания иудаизма. Тем самым Гаскова изначально одержала победу. Вскоре по всей черте оседлости распространился слух, что на 50 верст вокруг Одессы полыхает адское пламя, и евреи из других частей империи стали стекаться в этот город, чтобы прочувствовать его свободный дух. Число москелим в России продолжало расти с конца 1820 и на всем протяжении 30-х годов. Тем не менее, они все оставались крохотным меньшинством еврейской среды, так как в ту пору еще не сплотились как интеллектуальная или общественная группа, а также не имели ни независимой материальной поддержки, ни связи с властями, ни возможности распространить свои идеи. Хотя они продолжали верить в то, что государства на их стороне, власти не давали им поводов для такой уверенности. Второе прошение Левензона о денежном пособии в 1836 году было отклонено тем же самым министром, который кодотайствовал о выдаче первой суммы. Обманув Надеждой Маскелим, Шишков при проведении новой цензурной политики назначил раввинов на должности цензора. Большинство евреев еврейских типографий было все еще закрыто для Маскелим и в связи с тем, что они не могли получить одобрение раввинов на издание книг. В 1840 году Маскелим удалось издать лишь 11 трудов, 5 переводов и несколько стихотворений. Грандиозные планы Виленского кружка о периодическом издании, в котором проповедовались бы идеи Гаскелы, провалились. Первый его номер вышел в 1841 году, второй и последний в 1844. Ни общество, стремящееся к просвещению, ни другое подобное общество, которое хотел создать Левензон, не добились успеха. Наиболее значительных, хотя и скудных результатов поборники просвещения достигли в области образовательной реформы. В первые 15 лет открытой деятельности в России Маскелим удалось основать четыре школы нового типа. Самой успешной из них была Одесская школа. Основанная в 1826 году, она начала успешно развиваться после приезда из Галиции. Тремя годами позже ее влиятельного директора Бецалеля Штерна. К концу 1829 года в школе согласно официальному докладу числилось 289 учеников. Помимо русского языка программа включала стандартный набор предметов просвещенческих школ в Галиции, грамматика и структура древнееврейского языка, Библия в переводе Мендельсона с его комментариями на немецком языке, избранные трактаты Талмуда, еврейская моралистическая литература, немецкий, французский и русский языки и литература, математика, физика, риторика, русская и всеобщая история, география, каллиграфия и торговое право. Трое преподавателей этого училища в 1835 году открыли школу для девочек, куда записалось 60 учениц. В 1838 году под руководством Штерна была учреждена школа в Кишиневе, учебный план, который строился по одесскому образцу. В 1830 годах москелим вновь попытались открыть школу в Умане, однако после протеста традиционалистов, которые раз получили отрицательный ответ местных властей. В конце концов, представителям рижской еврейской общины в Министерстве народного просвещения было дано разрешение пригласить в Ригу немецко-еврейского раввина, образованного в духе истинного просвещения. Он должен возглавить училище, работающего в этой небольшой германизированной общине по немецкому образцу. По рекомендации жившего в Лейпциге Людвига Филипсона, редактора Allgemeine Zeitung des Judenhums, на должность директора был назначен Макс Лилиенталь, 23-летний выпускник Мюнхенского университета. Лилиенталь отправился в Россию в октябре 1839 года и прибыл в Ригу в начале января 1840-го, проведя несколько недель в Санкт-Петербурге, где он установил добрые отношения с министром народного просвещения Уваровым. Лилиенталь начал свою деятельность в еврейской общине как учитель и проповедник. Однако его положение было очень скромным. Через год после его приезда в училище насчитывалось лишь 13-37 учеников, распределенных по трем классам. Лилиенталь недолго пробыл в Риге. В 1841 году Уваров вызвал его в столицу, чтобы он на всей территории империи руководил будущей реформой образовательной системы для евреев. Вызовом Лилиенталя в столицу закончился первый период в истории Гааскала в России. За 15 лет своего существования движение имевшего горстку приверженцев, робко высказывавших свои идеи, выросло в небольшое сообщество, которое действовало на всей территории империи, добиваясь наибольшего успеха там, где не было сильных еврейских общин. Теперь же ситуация крупно изменилась. Впервые в истории правительства в лице Уварова приняло серьезное и сознательное решение заняться просвещением русского еврейства. Проблема Уварова. Это решение было принято в ходе правительственных обсуждений по вопросу об изменении политического курса в отношении евреев. Идея о решительном вмешательстве властей еврейское образование была сформулирована Уваровым и поддержана Киселевым и остальными членами еврейского комитета. В историографии русского еврейства это изменение в основном представлено как часть простого и понятного мифа. Чтобы обратить евреев в христианство, безбожный лживый российский министр пытается заманить их в плохо замаскированные миссионерские учреждения. Однако его планы скрываются благодаря проницательности евреев. Эту версию подтверждал образ Уварова, нарисованный русскими либералами историками 19 века и их более поздними последователями. По их мнению Уваров был законченным реакционером, пытавшимся помешать развитию российского образования и культуры автором лозунга «Православие, самодержавие, народность». В последнее время историки ставят под сомнение подобную оценку деятельности Уварова. Два американских исследователя независимо друг от друга провели тщательный анализ его деятельности и пришли к выводу о том, что Уваров был вовсе не типичным николаевским реакционером, а умеренным, осторожным, просвещенным патриотом, отвергавшим обскурантизм, ксенофобию и способствовавшим развитию российского образовательной системы. Два советских ученых пришли к похожим, хотя и не на удивление более сложным выводам. Проанализировав переписку Уварова с Жозефом де Местером, они убедительно опровергли версию о том, что Уваров из либерала эпохи Александра стал типичным реакционером эпохи Николая и нарисовали новый портрет последовательного, умеренного, свободного от национальных предрассудков консерватора, чьи взгляды существенно отличались от взглядов его коллег и самого государя. Эта попытка реабилитации Уварова не была полностью успешной, однако вопросы, поднятые историками, внуждают более пристально рассмотреть его роль в распространении идей просвещения среди евреев. Уваров родился в Москве в 1786 году в семье высокопоставленного архитекта, аристократа. Его отец был флигель-адъютантом императрицы Екатерины II, которая стала младенцу крестной матерью. В возрасте 15 лет он был принят на государственную службу и провел годы юности в посольствах Вены и Парижа. В 1811 году Уваров был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и эта должность осталась за ним даже после того, как он стал президентом Императорской Академии Наук в 1818. После недолгого перерыва, во время которого он писал свои труды, Уваров в 1832 году был вновь вызван на службу в качестве товарища министра народного просвещения, а год спустя назначен министром. Как и для многих других русских из окружения Уварова, интеллектуальной и культурной родиной для него была Германия и он полагал, что принадлежит к авангарду европейской культуры. Он говорил на французском, немецком, итальянском и английском лучше и охотнее, чем на русском, а свои сочинения писал практически только на первых двух языках. Как классицист и востоковед он написал множество эссе, собрания которых издал двумя томами в Париже в 1840-х годах. Благодаря этой работе, как и его председательство в Академии наук, он получил статус Ассенш Этренджер в Институте Франции, а также членство в Академии Геттенгена, Копенгагена, Рима, Мадрида, Неаполя, Мюнхена, Брюсселя, Тоскана и Вашингтона. Несмотря на все эти регалии, из сочинения Уварова явно следует, что он не был самостоятельно мыслящим ученым, его сочинения представляли собой бледную попытку подражания современным ему научным исследованиям, поверхностную и совершенно лишенную остроумия. Уваров в лучшем случае можно назвать литератором, худшим дилетантом. Александр Герцен выразился еще более язвительно. Настоящий сиделец за прилавком просвещения. Уваров гордился своим разнородным интеллектуальным багажом, в основательности которого ему нельзя отказать. Героями его юности были великие деятели постнаполеоновского консерватизма Жан Виктор Муро, Карл Фрейхер фон Штейн, Карл Андрей Поцо де Бурго. Всю свою жизнь он пытался копирировать их идеологию, смесь космополитизма и патриотизма, философии и искусства государственного управления. В 1814 году он написал, что Наполеон потерпел поражение из-за неверного понимания хода истории. Политическую систему по убеждению Уварова необходимо выстроить с учетом трех основополагающих характеристик народа, веры, патриотизма и национального достоинства. В 1830-х годах он перевел эту триаду на русский язык как православие, самодержавие, народность. Под каждым из этих терминов Уваров подразумевал нечто совершенно иное, чем то, что подразумевали Николай I и другие знаменосцы официальной народности. Сергей Соловьев отмечал несуразность этого лозунга в устах Уварова. Православие, будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски, самодержавие, будучи либералом, народность, не прочитав в своей жизни ни одной русской книги. Это было не совсем так. На самом деле Уваров верил в Бога и проведение в строго рационалистической антимистической форме, однако он не был деистом. Когда мастер обвинил его в том, что он протестант, Уваров ответил, что как человек, принадлежащий к православной церкви, он одинаково расположен к католичеству и протестантизму. Но все-таки наиболее близким себе по духу считает енсенизм с одной лишь оговоркой. Если люди в Порт-Рояле и вообще все енсенисты, подобно иезаитам, покорились бы гражданской или церковной власти, их роль была бы более благородной, истинной и более христианской. Это был ключевой момент его религиозных воззрений. Христианство являлось для него не теологии со своими особыми чертами, а истинной верой, которая подчинялась соответствующей власти, ведет к благодати объединяющей человека и гражданина христианскому государству. Подобное отношение к государственности и беспристрастность в христианстве была всеобщей целью, однако каждый народ мог прийти к нему только своим путем, который определяют народные традиции. Руководствуясь упрощенными принципами гердерианства, Уваров утверждал, что у каждого народа есть собственный дух, проявляющийся в ряде черт, которые определяют подходящую для этого народа форму правления. Народы не могут насильно изменять эти черты, а когда они пытаются это сделать, Господь вмешивается свидетельством тому крах республиканизма по всей Европе. Попытки решительно изменить устоявшийся порядок не только ошибочный по идеологическим соображениям, но и приводит к противоположным результатам. История вам скажет, что большие политические перемены сего рода суть медленный плод времен, свободное действие духа народного, обмен взаимных выгод всех государственных сословий. Она вам скажет, что освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство и что в жизни народов, как в жизни частного человека, свобода гражданская и политическая походит на ту драгоценную одежду, в которую римляне облекались, переходя от бурных лет неопытности к летам зрелого и совершенного возраста. Россия еще не достигла такой зрелости, утверждал Уваров, однако, если принять во внимание нестабильность Европе после революции 1789-1830 годов, именно эта ее особенность и являлась истинным благом. Если бы Россия смогла придерживаться политики, которая гармонировала бы с ее национальным духом, она достигла бы подлинного просвещения. На основе этих смутных романтических идей Уваров выработал поистине уникальную философию образования. Задача Министерства народного просвещения писала Николай I в 1837 году совместить европейскую цивилизацию с русским национальным духом, навсегда искоренить противостояние европейского просвещения и нужд нашего государства. Этим он и занялся на посту министра, введя классические языки в учебный план для гимназий и университетов, повысив уровень знаний, необходимых для поступления в эти учебные заведения, а также распространив политику просвещения на евреев. Из всех министров Николай I лишь Уваров воспринимал политику в отношении евреев как неотъемлемую часть подхода к управлению государством. Почему это было так сказать трудно? Довольно ограниченное число источников о жизни Уварова мешает установить сколь-нибудь вескую причину его глубокого интереса к евреям. Возможно этот интерес стал побочным продуктом его исследований других цивилизаций и восточных культур. Многие исследователи в том числе герой Уварова Гердер увлекшись древними евреями заинтересовались их потомками. Уже в первом из опубликованных сочинений Уваров подчеркивал необходимость изучения древнееврейского языка и литературу поскольку это ключ ко всем божественным и земным наукам. Так или иначе Уваров неоднократно проявлял интерес к прошлому и будущему еврейского народа. В одной из книжек официального журнала возглавляемого им министерства за 1835 год он высказал свои взгляды на евреев в образе в обзоре опубликованной незадолго до этого истории средневекового еврейства. Существование народа с давних веков рассеянного по лицу земного шара всеми гонимого презираемого но деятельного и трудолюбивого которому мы обязаны многими важными открытиями должно занять не последнее место в истории европейского образованности на которую он никогда имел довольно важное влияние. Автор мастерски изобразил все тиранства угнетения и мучения претерпенные евреями равно как и дух их общества нравы жизнь мнения коварную хитрую и красолюбивую политику и нравственное ожесточение их обзор литературной деятельности евреев показывает что этот народ несмотря на мистический бред своих раввинов обнаруживал иногда роскошную фантазию коей недоставало только благоразумного руководства этими задачами как раз и занялся Уваров в 1838 году он встретился с ведущими маскилим Вильны Ниссаном Розенталем Гиршем Цви Коцене Лен Богином Исраилем Гордоном и обсудил с ними возможность сотрудничества для создания новой образовательной программы для евреев России министр обещал что пойдет им на встречу протяните нам палец а мы протянем в ответ руку в то же время Уваров встретился с влиятельными маскилим из Германии чтобы выслушать их мнение по поводу реформы школ для русских евреев еще до притворения своих планов в жизнь Уваров принял решительные меры в поддержку образования для евреев например в 1839 году маскил Леон Мандельштам приехал в Вильню чтобы учиться в университете однако узнал что университет закрылся в результате Больского восстания поэтому он и спросил дозволение сдать вступительные экзамены в Московский университет в Вильнюсской гимназии местный попечитель был смущен необычностью такой процедуры и обратился к Уварову который в свою очередь дал разрешение он однако не забыл об этом случае и годом позже написал попечителю чтобы справиться об успехах Мандельштампа даже историки которые считали Уварова злонамеренным миссионером вынуждены были отметить его искреннюю заинтересованность в образовании евреев один из подобных исследователей писал когда вспоминаешь жесткие ограничения в отношении еврейского образования вступившие в силу позднее переуправления Александра Третьего трудно поверить в то что когда-то особенно в царствовании такого царя как Николай Первый ситуация была совершенно иной это легко объясняется уверенностью в коварстве русских чиновников и все это привело к распространению серьезных заблуждений относительно целей Уваровской реформы еврейского образования более того тексты цитировавшиеся как доказательство того что цель Уварова состояла в обращении евреев христианства через образование были неверно истолкованы первый из текстов отчет представленный Уваровым Николой Первым 17 марта 1841 года о преобразовании евреев и мнении по всему предмету за границей Уваров начал свой отчет с описания личных и письменных переговоров с образованными евреями в Германии от этих людей он узнал что главными затруднениями на пути образования их российских единоверцев являлось крестолюбие раввинов и их ложное предубеждение будто бы талмуд должно считать для евреев учением однако это не соответствует действительности утверждали его информаторы изучение талмуда и то в небольшом объеме нужно только для тех кто готов стать раввином остальным евреям следует вместо этого изучать Библию а также этические и нравственные учения евдоизма такой учебный план был успешно введен в трех еврейских училищах империи в Одессе Кишиневе и Риге эти училища могли служить образцом для остальных 146 еврейских школ страны 200 русских евреев уже приобрели необходимую квалификацию для преподавания в них остальных можно пригласить из-за границы из новоиудейской школы это будет маскилим или ранние реформаторы чьи руководители уже выразили свою заинтересованность в подобных начинаниях затем Уваров воспроизвел свою памятную записку об образовании евреев которую представил комитет у Киселева при чтении этого текста становится ясно в чем именно заключалось влияние Уварова на окончательный отчет комитета в своей записке он утверждал что в течение многих столетий власти пытались решить еврейский вопрос с помощью силы однако народы не истребляются особенно тот народ коего новейшая история начинается у подошвы голгофы однако народы могут подвергнуться нравственному разложению и это случилось с евреями в результате предшествующих действий правительства следует при таком положении надеяться на возможность облагородить еврейское племя посредством самого себя и должно ли правительство предпринять сложный огромный труд умолить если совсем не уничтожить преграду отделяющую его от нас утвердительный ответ на оба эти запроса заявлял Уваров предполагает что единственное решение проблемы реформа общественного воспитания нового поколения евреев основанное на принципах уже принятых училищами в Одессе Кишиневе и Риге согласно мнению лучших из евреев эти училища противодействуют развращающему влиянию Талмуда и ведут к полному преобразованию евреиста он продолжает свои рассуждения в следующем абзаце наиболее часто цитируемым еврейскими историками направляя таким образом действия училищ против действия Талмуда следует ли заявить гласно эту мысль мне кажется не должно и даже не нужно это значило бы для начала вооружить против училищ большинство евреев и вместе потерять подпору тех кои чувствуя вред наносимый Талмудом и постигая его нелепость не решились бы отделиться столь резко от своих соотичей это мнение подкрепляется всеми прочими сведениями и мнением тех с коими я совещался по всем предметам они единодушно полагают что самое действие училищ обессилит и уничтожит в скором времени силу Талмудических преданий я должен объяснить здесь что я находил некоторых благомыслящих и просвещенных евреев готовых под руководством правительства противодействовать Талмудистам но не нашел ни одного который бы хотел провозгласить себя преждевременно их противником следуя этой мысли в училищах Одесском Кишиневском Рижском оставлено для виду преподавание некоторой части Талмуда когда как поистине учение вовсе удалено от духа Талмудистов так что старейшие евреи говорят эти училища прекрасны дух в них чисто еврейский а учение ведет к христианству в смысле закоренелых приверженцев еврейских предрассудков и суеверия эти слова значит учение во вновь учреждаемых училищах должно мало по малу уничтожить в евреях фанатизм разъединения и приобщать их к общему началу гражданственности в этом отношении они не ошибаются ибо религия креста не есть ли чистейший символ гражданственности всемирной подобные рассуждения требуют тщательного анализа здесь Уваров пишет не о назначении будущих казенных училищ а скорее о достижениях этих училищ уже основанных самими евреями в Одессе Кишиневе Риге опасения традиционалистов что учеба в этих училищах ведет к христианству он понимает как их опасения по поводу уничтожения обособленности евреев и их включения в общую культуру в таком измененном виде он соглашается с этим суждением просвещение евреев действительно приведет к постепенному улучшению их гражданского и культурного состояния и таким образом к принятию ими общих принципов гражданственности здесь он не говорит о том что евреи просвещенные просвещение новое училище будут или должны быть обращены христианство в этих училищах как и о том что обращение цель реформы исходя из своих общих взглядов о неразрывной связи между гражданским обществом и истинной культурой и христианством он утверждает что христианство является наивысшим проявлением гражданственности это утверждение достаточно туманно и ошибочно евреи традиционалисты опасались не гражданственности а христианского обучения неприемлемой платы за отказ от своей веры и своего образа жизни однако на основе этого заявления невозможно отменить Уварову миссионерские мотивы при учреждении новых школ как считали все ведущие историки русского еврейства многие историки также цитируют еще один фрагмент в поддержку своей версии здесь нарушен хронологический порядок однако данный отрывок имеет прямое отношение к рассматриваемому вопросу это было первое предложение памятной записки Уварова от 13 ноября 1844 года который обычно называют тайным докладом в который он открывает истинные мотивы реформы хотя по сути его записка была не более секретной чем любой другой официальный документ в России где даже государственный бюджет всегда был ревностно хранимый тайным в предложении в предложении о котором идет речь говорилось цель образования евреев состоит в постепенном сближении их с христианским народонаселением и в искоренении суеверия и вредных предрассудков внушаемых учением Талмуда термин сближения этимологический и семантический идентичен вошедшему в английский язык французскому rappin resumant и столь же неоднозначен русские писатели употребляли это слово для описания широкого спектра возможных взаимоотношений между группами людей от ассимиляции такой же неточный и потому бесполезный термин до интеграции и эмансипации остается неясным какие именно политические действия имел ввиду Уваров поскольку он никогда не вдавался в подробности будущих отношений русских с евреями этот вопрос его не беспокоил он в принципе считал что о политических изменениях не может быть и речи пока не произойдут перемены культурные однако единственный вывод который можно сделать на основе этого отрывка заключается в том что сближение для Уварова означало не обращение через учебу в школах евреев христианства а европеизацию их путем образования более того само образование по мнению Уварова должно гармонизировать с Волькс Гайнц народным духом евреев от Маскелим он узнал что этому мешало особое внимание к изучению Талмуда только обучая евреев их собственной подлинной культуре через просвещение и можно достигнуть просвещения цель Уварова как он отметил выступая в еврейской общине в Варшаве в 1843 году было образовывать евреев в духе подлинного еврейской традиции последнее не означает что Уваров не лелеял надежд на то что просвещение евреев приведет их к крещению однако в вышепроизведенных текстах ничто не свидетельствует о подобных намерениях еще один источник прежде не отвлекавшийся внимания исследователей может прояснить этот вопрос в журнале министерства народного просвещения Уваров есть раздел посвященный новостям о развитии образования и культуры во всем мире в этом разделе за 1836 год было опубликовано сообщение об издании нового журнала La Regen Эрещен еврейской общины Страсбурга автор сообщения а им вероятнее всего был сам Уваров писавший большинство статей в этом журнале и просматривавший все остальные материалы на предмет их соответствия своим взглядом отмечал это предприятие может иметь важные последствия оно подаст средства к сближению евреев с христианским обществом в нравственном и умственном отношениях а через то скрипит гражданские и политические связи уже во многих странах Европы соединяющие народ еврейский с христианами и вероятно окажут более содействие к доведению евреев к истинным христианства нежели система отдельности и отчуждения кое до сего времени следовали в отношении к этому народу для того чтобы правильно понять это заявление необходимо разграничить два подхода при обращении евреев первый предполагает немедленное прямое обращение извне миссионерства второй коренное улучшение политического положения и интеллектуальной жизни что постепенно но неизбежно должно было убедить их принять приговор истории признав превосходство христианства из доклада 1836 года можно понять что Уварах исходил из второго принципа сближение евреев с их окружением будет способствовать укреплению связи с христианами исчезновению обособленности а также неизбежно приведет принятие истины христианства которое Уваров рассматривал как совершенный гражданский порядок по его мнению активная миссионерская деятельность среди евреев была бы бесполезной в своем докладе в 1841 году он писал евреи всегда подозрительные ко всему вмешиванию христиан в предмет их верования и от коих можно ожидать перемены в мнениях религиозных тогда только когда сами собой они постигнут свои заблуждения эта позиция имела поразительное сходство с подходом самого известного сторонника реформирования евреев на западе Аббата Григуара последний полагал что обращение евреев а это был его долгосрочный план должны предшествовать практически перемены а название христианства может лишь помешать делу Уваров несомненно подписался бы под утверждением Григуара о том что истина убедительна лишь тогда когда она приходит из подволь вместе с тем Уваров неизбежно не согласился бы с Григуаром по поводу содержания этой истины иниси а низкие верования обоих не отличались твердостью целью Уварова учреждение новых училищ являлось не обращение евреев скорее всего он стремился превратить их в образованных европейцев а привести положение русских евреев в соответствии с состоянием их западноевропейских братьев уже объединившиеся с их христианскими соотечественниками в нравственном интеллектуальном и конечном счете политическом уровне подобно Григуару и многим другим сторонникам реформирования еврейства Уваров надеялся что преобразование евреев в один прекрасный день приведут их к признанию истинности христианства однако в своих чаяниях он не желал им зла в отличие от других полных оптимизма предсказателей ожидавших окончательного исчезновения еврейской общины Субтитры создавал DimaTorzok